Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях дня. Заботы земледельцев. Урожай рекордный, цены низкие. Садаем по дешевке. Что делать? Как кукурузу хранить и перерабатывать? И главное, где выгода? Это лимон. Да, сколько лимонов считает? Маш, папе. У трехлетней Маши емхаговый диабет. Ей можно помочь. Акция «От сердца к сердцу» уже завтра в ДК профсоюзов. В гости в Лискенский район студенты КБГУ из Сирии сегодня знакомились с бытом селян. Жители 2-го Чигема выразили признательность Арсену Конокову за светофор, установленный на пересечении федеральной трассы Кавказ и Центральной улицы села. Текст благодарственного письма в адрес главы республики приводит его пресс-служба. Поручение Арсен Коноков дал Минтрансу в августе, во время выездного совещания в Чигенском районе. С просьбой об открытии движения и установке светофора к руководителю региона тогда обратились жители села. Из-за построенного объездного участка трассы Ростов-Баку они могли выезжать из населенного пункта по единственной дороге, делая при этом двухкилометровый крюк. Уже в октябре раньше намеченного срока объект был сдан. Через 5-6 километров надо было ехать, чтобы развернуться, а сейчас уже очень удобно стало. Большое спасибо, что они так сделали. С тех пор, как поставили светофоры, очень удобно стало практически, раньше в объезд ехали. Спасибо большое тому, кто это все придумал и спонсировал, и поставил. А в Аргудане меняют более 3-х километров старых линий электропередачи. Вдоль трех улиц протягивают самонесущий изолированный провод и ответвление в дома. На обновленной воздушной линии значительно уменьшаются потери электроэнергии. Исключены короткие замыкания при сильном порывистом ветре, плюс ледяная корка не образуется. Провода обладают большой прочностью, что минимизирует возможность их обрывов. Кроме того, подключение к такой линии с целью кражи электроэнергии практически невозможно. Земледельцы Кабардино-Балкарии продолжают уборку кукурузы на зерно. По оценке специалистов, урожай в нынешнем году рекордный. Но это не слишком радует хлеборобов, ведь цены на золотое зерно самые низкие за последние несколько лет. Агрария озадачены, где хранить выращенный урожай и как его реализовывать. В проблеме разбирался наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Уборочная на кукурузных полях подходит к концу. На сегодня собрано более 675 тысяч тонн. Показатели уже сейчас, еще до окончания кампании, превышают прошлогодние. Однако, труженики полей не рады своим достижениям. Цена на зерно смехотворная, говорят кукурузоводы. 3,3,5 рубля за килограмм. И это за все труды и затраты вместе взятые. Землеобработка, семена, удобрения. Плохо нам, плохо, честно сказать. Негде нам ложить кукурузу на хранение. Нам приходится продавать. Нужны копейки, надо поле вспахать. ГСМ надо купить. Тракторов своих нету. Приходится нанимать, поэтому им тоже надо платить. И продаем по дешевке, что делать. К тому же в нынешнем сезоне в республике на 15% увеличили посевные площади богатырской культуры. Слишком много, получился перекос, считает фермер. Хотели как лучше, получилось как всегда. На майском ХПП сегодня все склады забиты зерном. И оно продолжает поступать. В прошлом году в это время прием урожая уже заканчивался. Кукурузу перерабатывают в основном на спирт. А с этим сегодня большие проблемы. Тут только можно одно сказать. Сбыт плохой. Обычно это зерно уходило на спиртзаводы. Или все-таки были контракты по отгрузке ее в какие-нибудь страны. А сегодня получается, что спиртзаводы наши приостановились. А отгрузка за рубеж не очень интенсивная. Надо развивать переработку кукурузы, убежден Колесников. И в этом с ним солидарны практически все руководители хлебоприемных предприятий. Производить крахмал и более технологичную глюкозу. А еще лучше использовать под корма. Если даже посмотреть, как делают это за границей, комбикорм делают именно из кукурузы. Птицеводство в республике развито. Я думаю, это одно из приоритетных направлений использовать его по назначению. То есть изготавливать комбикорма для птицы и крупного рогатого скота. Как бы то ни было, вопрос с ценами на зерно остается открытым. Земледельцы помнят год, когда ближе к весне цены резко подскочили. Но опять незадача. Не у всех есть возможность хранить убранное до весны. Да и живые деньги нужны на текущие хозяйственные нужды. Замкнутый круг. Выход, говорят агроспециалисты, в соблюдении пропорций посывных культур. Кроме того, нужно учитывать спрос, конъюнктуру на зерно и заранее прорабатывать варианты реализации продукции. Вот только большинство фермеров пока не обладают ни необходимой для такого анализа информацией, ни знанием принципов маркетинга. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кавардина, Балкария. А вот в российских школах тем временем предлагают ввести предмет основы бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, пишут известия. По мнению парламентариев, новый курс поможет школьникам лучше ориентироваться в современном мире. Включить его рекомендует в единый образовательный стандарт для средних школ, наряду с предметами, которые преподаются на бесплатной основе. Обучение основам бизнеса, как считают в Госдуме, позволит развить у детей, к примеру, навыки правильного оформления ипотечного кредита, обращение с банковскими картами, заполнение необходимых документов на получение ссуды. Законодательная инициатива сейчас находится на рассмотрении депутатов. Мы продолжаем рассказ о детях, которые страдают диабетом. Уже завтра в Нальчике в ДК профсоюзов состоится благотворительная акция «От сердца к сердцу». Собранные средства пойдут на приобретение расходных материалов для маленьких пациентов. Наша телерадиокомпания оказывает информационную поддержку. Героиня сегодняшнего сюжета – трехлетняя Маша Емхагова. Слово Жанне Гуляевой. 12,9 – просто постпрандиальный сахар. Два часа после еды прошло. Неплохое значение. По сахарному диабету Ольге Емхаговой в пору кандидатскую писать. Изучить болезнь женщина была вынуждена, когда дочери в три месяца поставили диагноз. С тех пор надолго от Маши она не отходит. Не очень корректно работают все внутренние системы органов и органы. Никогда неизвестно, какой ответ будет на ту или иную, например, прививку, на ту или иную, на физическую нагрузку. Но тут много очень факторов. Она может побегать, она может понервничать, она может обрадоваться с детьми чего-то очень сильно. Самый инсулин будет либо больше тратиться в большей степени, либо в меньшей. Как именно измениться показатели глюкозы в крови, предугадать невозможно. Потому глюкометр Ольга использует сразу, как только видит малейшие изменения в поведении дочери. Более года назад девочки установили помпу, чтобы инсулин мог поступать в организм по мере необходимости. В детский сад Маша практически не ходит. Мама вынуждена заниматься с ней дома. Мячики. Мячики. Маши, бабки. Это иммуны. Это лимоны, да. Сколько лимонов считай? Наш, бабки. Маша не единственный ребенок. В семье еще трое детей. Работает только папа. Средств едва хватает на питание, а расходные материалы и тест-полоски требуются сверх нормы. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Марат Татруков. Вести Кабардино-Валкария. Напомню, благотворительная акция «От сердца к сердцу» состоится завтра во Дворце культуры профсоюзов. Начало в 18 часов. Приглашаем всех неравнодушных. ГТРК Кабардино-Валкария будет вести прямую телетрансляцию. Продолжаем. Сегодня, в преддверии 90-летия службы участковых уполномоченных, Республиканская МВД организовала встречу учащихся ветеранов правоохранительных органов и журналистов с полицейскими. Они рассказали о деталях своей работы, а вот нашей съемочной группе удалось провести это утро с самими участковыми. В рейд вышла Нуржан Кубадиева. Мальбахов Ясмель. Он мой участковый. Он ко мне постоянно приходит. Он меня на работу устроил. А где вы работаете? Охранником в организации. В прошлом судимость за кражу в настоящем пристрастие к алкоголю. Участковый у Дмитрия Гиндугова частые гости. Жалобы на него поступают не только от соседей, а от ближайших родственников. Сам Дмитрий говорит, что пить уже почти бросил. Во всем слушается мать, ремонтирует квартиру и вообще стремится к нормальному образу жизни. Вы уже давно не пьете? А ну, сколько дня? Два месяца. Два месяца. Идереком нажать, видимо. Рабочий день участковых Исмеля Мальбахова и Мухаммеда Березгова начинается в 9 утра, а заканчивается лишь поздно вечером. И хотя участок в районе Горной считается благополучным, работы хватает. К постоянному общению с людьми прибавляется бумажная рутина в опорном пункте. По словам полицейских, их глаза и уши – это пенсионерки. Они, как правило, в доме всех знают, часто гуляют и проявляют живой интерес к тому, что вокруг происходит. А бывает на участке всякое. Когда мы проверяли сроки хранения оружия, был такой случай, когда у человека мы обнаружили четыре незагресированных ствола и 300 патронов к нему, которые мы нашли случайно. Это посмотра горожан. Один участок – это 2-3 тысячи жителей. Уголовные преступления, в частности кражи, грабежи и правонарушения, связанные с наркотиками, происходят довольно редко. В основном полицейским приходится разбираться с бытовыми вопросами. А это зачастую требует железных нервов. В органах внутренних дел считается, что работа участковых непростая. Несмотря на это, дефицита в кадрах нет. Самое важное в работе участкового – это общественное мнение. Чтобы люди знали, что можно подойти к участковому, довериться ему, и что от него можно получить помощь. Не просто юридическую, даже всяческую помощь мы стараемся оказывать населению. В плане споров между жильцами домов. Сегодня полицейские рассказывают о своей работе учащимся 19-й Нальчиковской школы. Приглашены также священнослужители и ветераны МВД. Такие встречи для участковых стали традицией, от которых они не отступают уже 90 лет. Нуржан Кубадиева, Анзор Кошироков, Вести, Кабардино-Балкария. Все свои, так называется, межрегиональный проект, к реализации которого приступает Российский фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, сообщает Интерфакс. Участвуют все регионы Северокавказского округа, в том числе и Кабардино-Балкария. Среди задач проекта – формирование межрелигиозного и межэтнического взаимоуважения, распространение знаний об истинных исламских ценностях, противодействие экстремизму среди молодежи. Целевая аудитория – активисты общественных и религиозных организаций, журналисты, блогеры, учителя школ. Планируются обучающие и контрольные семинары, конкурс региональных проектов и реализация тех из них, которые получат финансирование. Занятия пройдут с 30 ноября по 4 декабря в Пятигорске, передает Интерфакс. Студенты КБГУ из Сирии сегодня побывали в Лискенском районе. Ознакомительная поездка – это часть комплексного плана по сохранению и развитию связей с отечественниками за рубежом. В Анзарее гостям показали, как живет село, рассказали об истории самого молодого из муниципалитетов республики, заинтересовали адыгскую молодежь и экспонаты районного музея, где собраны предметы обихода кабардинцев и старинные народные песни, которые большинство сирийских студентов слышало впервые. Такие визиты, по словам организаторов, намечены и в другие районы Кабардино-Балкарии. Ведь студенты-соотечественники редко выезжают за пределы столицы республики и зачастую мало знают о жизни селян. Они приезжают, многие 5 лет учатся у нас, и дальше Нальчика, и каких-то достопримечательностей больше в республике не видят. В Верхней Жемтале строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Это спортивное сооружение одной из 12 подобных. Возводят фоки, напомню, на 100 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета за победу Кабардино-Балкарии в Кавказских играх. Строительство было начато год назад, сейчас работы в самом разгаре. Каркас ангарного типа сооружен из легких металлических конструкций. Это специальная финская черепица толщиной в 4 раза больше обычной. В фоке будет универсальный зал, две раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, медицинский кабинет и технические помещения. Ввод в действие единственного в селе спортивного объекта планируется в конце года. У нас среди молодежи очень много занимающихся спортом. Могу даже, например, провести одного выходца с села. Это мой троевратный брат Зангшиев Казбек-Убадевич. Он сейчас занимается в Тюмени, в Олимпийской школе спорта. Он не то что в республику, он даже уже вышел на мир и там занимает призовые места. Олени, собаки и солнечный диск. Местные исследователи обнаружили в Эльбрусском районе изображения, очень напоминающие наскальные рисунки. По самым предварительным оценкам, их относят к последней стадии каменного века. Впервые подобные произведения искусства первобытного человека были открыты в XIX веке в Испании. Тогда научное сообщество поначалу восприняло их как мистификацию. Что же обнаружено в окрестностях былыма? За действиями ученых наблюдал Адам Абазов. Скалу поливают водой, чтобы лучше увидеть выцвившие рисунки из Ахры. Слухи о том, что кто-то когда-то в этом районе видел древние изображения, ходили давно. Исследователи долгое время безуспешно пытались найти это место и уже потеряли всякую надежду на успех. Но удача им все же улыбнулась. Проходил по этой тропе и случайно наткнулся на эти писаницы. Но меня тысячи людей здесь прошли, смотрели, не видели. Мне повезло, увидел. Среди незамысловатых изображений можно разглядеть легко узнаваемые образы оленей, собак, солнечный диск и непомерно большой отпечаток ладони. Возможно, подпись автора. Внимание известного краеведа Виктора Котлерова привлек рисунок предмета, совсем нетипичного для этой эпохи. Четко очки. Просто, как сказать, как будто это душка, очки. Уже выдвигаются разные версии. Говорят, стиль, вероятнее всего, указывает на эпоху неолита, обнаруженный рядом с рисунками наконечники стрел на аландскую культуру. Сложно ответить, к какому времени без специальных исследований эти рисунки принадлежат. Но если даже говорить о современном, то есть в начале нашего тысячелетия, 7-8 века, то все равно им получается 1200, 1300, 1500 лет. Виктор Котлеров предполагает, что авторы рисунков проживали рядом на соседнем плато. В пользу этой теории говорят остатки террас, которые местные жители использовали как огород, и, конечно же, близость к пресной воде. Кто знает, может быть, именно этот водопад никогда был источником жизни для художников, которые в буквальном смысле оставили свой след на отвесных скалах, а заодно и в истории. Найти какие-либо захоронения или предметы, указывающие, кто именно прожил в этих местах, пока не удалось. Исследователи возлагают надежду на пещеру, вход в которую расположился несколькими метрами выше. Возможно, в ней скрывается ответ на вопрос, кому же принадлежат эти рисунки. Адам Абазов, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. Вы смотрели Вести Кабардино-Балкария. Далее прогноз погоды Зухрой Пшихачевой. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Внимание! В салонах оптики «Ленар». Скидка на коллекцию солнцезащитных очков 2013 года 20%. Нальчик Ногмова, 70. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. В предстоящие сутки синоптики прогнозируют характерные для осени небольшие осадки и колебания температуры от 5 до 10 градусов. Ветер умеренно, атмосферное давление в норме. Над Зольским районом облачно, небольшой дождь, на термометре плюс 10. А вот в горах осадки, скорее всего, прекратятся. В светлое время суток у подножия Альбруса слабый мороз в пределах минус 3. В Тернаузе те же 3 градуса, но уже с отметкой плюс. Над Баксаном, Чигемом и Нарткалой возможны тучи. Местами не исключены осадки плюс 10. Показатели температуры, как и погода в целом, в Прохладницком и Майском, Терском и Лескенском районах схожие. Там синоптики ожидают кратковременный дождь. При небольшом ветре в Кашхатау достаточно влажно и ветрено. В четверг в Нальчике с утра сухо, днем будет моросить дождь, плюс 8-10. Такой вот прогноз. Всего доброго. Кровля-центр. Все виды жизненных работ. Монтаж кровли, сайдинг, аксессуары, системы вентиляции. Кровля-центр. Центральней не бывает. Кровля-центр. Центральней не бывает.